добрый вечер дорогие друзья настало время очередного вебинара но летит быстро вот уже на вылете почти что январь месяц я веду сегодня вебинар из словакии брежно это местечко такое где у нас будет рабочий день завтра субботу воскресенье будут конференции обучения это все в нашем чате извиняюсь на сайте нашей компании видно я в это не буду вдаваться но те кто заинтересованы будут участвовать оффлайн то есть или вернее онлайн но через интернет связь и достаточно многое более ста человек зарегистрировали здесь дайте пожалуйста обратную связь спасибо артур я тут заговорился все спасибо спасибо коллеги так запись запись пошла спасибо олегу сошникову он мне сегодня помогает это его мановением его руки у нас запись пошла и так я не постараюсь говорить значит вам и комментировать сегодня много вопросов поступило 10 почти 10 вопросов поступили через интернет вот да и время такое достаточно интересно когда когда значит люди но интересуются что происходит вебинаров стало как бы меньше вот зато событий стало больше и но опять с другой стороны на них можно меньше рассказывать поэтому будем отталкиваться от того где мы есть и что мы имеем таким образом а еще значит здесь похоже что мне несколько раз пока я готовился и подключался мне несколько раз выбивала отсюда из интернета я на всякий случай видео связь как бы вот которая идет на экране мое изображение я думаю что вы меня увидели я жив здоров слава богу и чувствую себя после почти 1600 но 1600 1700 километров дороги хорошо если не сказать что неплохо вот и веду сейчас вебинар так что это так к слову слова здоровья вот что я вам тоже желаю я не потом уговорил о здоровье еще раз повторю что я себя хреново чувствую или плохо чувствую а потому что когда ты как бы занимаешься своим здоровьем то начинаешь думать о том что неплохо бы чтобы она была хорошая и это желаю всем итак пойдем дальше я сейчас видео потом еще в конце если будет связь нормально вот видите она прыгает будет нормально еще вернусь обратно и вас поприветствую или скажем попрощаюсь с вами и так значит что мы имеем смотрите на жизнь есть вопросы я начну с вопросов и буду комментировать сегодня новых никаких тем не буду потому что по мере того как я буду отвечать на вопросы есть возможность кое-что новое вам рассказать и рассказать о том что происходит были там например четвертый вопрос как дела в нигерии и южной америке здесь я расскажу немножко шире но естественно скажу чтобы что происходит нигерии и южной америке конечно я должен сказать что для меня большой новостью является то достаточно большой новостью что есть некоторые члены нашего сообщества может быть этот роли бог его знает но всяко бывает значит кому то может быть не сильно нравится что я говорю и с другой стороны меня там начинают уже потихонечку обвинять во всех этих самых мирских грехах и что самое главное что самое главное во лжи значит ну отбрехиваться или или скажем я здесь могу открыть экран и клясться что дорогие друзья стараюсь значит говорить только правду и одну только правду вот да ничего не скажешь бывает и на старика проруха пардон когда что-то скажешь в великом желании значит сообщить потом обстоятельства меняются ничего не поделаешь конечно я готов ответить если это зависит от меня значит готов повинится посыпать голову свою лысую пеплом если так от этого кому-то будет легче но вы поймите правильно и кстати него оправдание а в описании реальности жизни и реальности процесса значит генеральный конструктор анатолий дардович тоже говорит вот например смотрите некоторые обвиняющего вот там бизнес-план что это сделано или не сделано не в срок сделано дорогие друзья мы планируем и вы не представляете задумайтесь каким проектом мы занимаемся это просто но это это тотально и мы к этому тоже сегодня придем еще там есть вопрос значит значит откуда вот второй вопрос смотрите значит в группе с к ведет целеподготовка грядущему взрывному росту я к этому еще вернусь то есть это мы просто сейчас технологию отрабатываем а что по этой технологии вы не представляете насколько мы уже завалены различными предложениями идеями значит в неделю как минимум в группе адресных проектов про и проходит от трех до до пяти шести skype встреч и ну не конференции скорее всего это все-таки встречи совещания обсуждения переговоры по адресным проектом это очень серьезное дело поэтому поэтому значит мы планируем да конечно но зачастую бывает так что или не хватает какого-то ресурса самый самый ресурс который необходим это люди причем не люди просто так вот люди стоят в очереди все или толпой стоят нет нужны компетентные люди или люди которые готовы готова отдать все для того чтобы приобрести необходимые компетенции многие или зачастую или к сожалению встали стоит допустим десять человек из них все девять говорят что да мы быстро обретем но закон закон таков что в лучшем случае один-два человека из десяти способны очень быстро обрести компетенции для этого нужно достаточно много предпосылок не только образовательных сколько способностей значит природных способностей человека и это непросто потому что потому таким образом я еще раз хочу сказать я абсолютно открыто отвечаю на вопросы вот да кто-то говорит что я сказочник конечно почему но надо иногда ведь я абсолютно прекрасно себе представляю что зачастую приходилось в 2015-2016 в основном я как бы вышел в эфир более широко это 2016 год с января месяца вот это практически уже два три полных года три полных года вот и есть ситуации когда действительно как говорит один доктор что я значит мы менялись вместе или как бы колебались вместе с линией партии как раньше говорили кто помнит наше советское прошлое то есть вы понимаете да что где в основном генеральный план он где-то меняется значит кто мог предположить ну вот кто мог предположить что придется переносить сертификацию или скажем тестирование сертификацию высокоскоростного транспорта куда-то в другое место из белоруссии но вообще ну вот ни сном ни духом понимаете да рассказывали сказки но мы рассказывали то что запланировано и в какой-то степени в любом случае дорогие друзья любой план любой бизнес план это есть сказка которое надо стремиться это цель это целевая установка если держать в фокусе все время главную генеральную цель то мы в любом случае к задаче придем ибо мы не говорим что давайте пойдем допустим в москву а по пути мы меняем и говорим нет мы пойдем на киев там или пойдем во владивосток или куда-то еще в третье место в алматы или же то в тот же самый астаны значит нет мы как сказали что мы в москву идем мы идем не но может быть мы идем не через там допустим но и так эти станции а мы идем через тверь и другие станции там через санкт-петербург я все с и сталина и твух москву или неважно с какой бы стороной не шли вы понимаете и логику идею которую я говорю поэтому это коротко не оправдывание а приметь это как ну размышление что ли вслух и скажем подтверждение абсолютно моей насколько мне это возможно искренности когда я о чем-то говорю вот так вопрос владимир добрый вечер в партнерском фонде свик изначально приняли на вооружение хорошую практику 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 совершенствовать договора инвесторов 16 без ущемления прав чтобы привести документ общему знаменателю не понимаю я не знаю чем вы говорите на каком документе чтобы привести к общему знаменателю и соблюсти все международные требования а каких и международных требований я догадываюсь о чем вы говорите значит зачем его совершенствовать договор инвесторов не договор инвесторов является партнерский договор является тем тем документом вот я ровно и разъясню партнерский договор является тем документом по которому соответствующий фонд свик это или же это сковей капитал и же это рсв по которому работает и идут взаимоотношения скажем с одной стороны организации или и лица которые организует и гарантирует проведение инвестиций от инвестора до проекта от инициатора и автора проекта значит те залоги которые даются в виде акции до инвестора который становится в конечном итоге ну скажем так и держателям залога или акционерам номинальным акционерам вот и поэтому это один договор совершенно другой договор когда мы инвестируем это так называемый договор значит кредитование или ну да это типа договор кредитование с обеспечением и обеспечением является акция это совсем другой договор ну и что что там был как где-то где-то раньше главное что результат этого договора и да когда и результатом договора является залог который человек принял и зарегистрировали его акции залоговые акции в реестре все это является результатом и уже теряет этот договор теряя всякую силу кроме того что потому что там все это является пиком взаимоотношений с одной стороны значит гаранта и агента как то как бы им является соответствующий фонда а с другой стороны инвестора что является результатом все выполнили свои задачи один проинвестировал как он обещал другой передал всю информацию извиняюсь самое главное передал инвестированные средства рассчитался с фондом получил обратно и организовал учет этого инвестора в виде владельца залоговых акций все и это является главным то есть сертификат который у вас есть список скажем ваших инвестиций или выписка выписка правильный так не сертификата выписка из реестра является самым основным документом и в этом документе самым основным является следующее информация это значит дата вашего рождения место вашего рождения все все остальное можно менять фамилию имя отчество что угодно паспорт где вы проживаете все что угодно нужно менять кроме вот этих двух вещей это есть там да пардон и нельзя менять номера естественно тех акций которые зарегистрированы на соответствующую строчку а там они обозначен поэтому надо это очень четко понимать вот к этому к вашим будет ли в капитале перейдем поэтому не надо зачем такую практику делать я догадываюсь я точно не знаю что там делали в свиге но я догадываюсь это вы об этом хотели спросить константин договора договора разные у инвестора через 16 отсюда поэтому договор но и в я надеюсь константин и вы меня все а кто 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 Это меня выбило, вот видите, я боюсь, что ждем спокойно. Спасибо, спасибо. Спасибо за ваше терпение и за спокойствие. Да, вот, отлично, все, спасибо. Значит, выбило эту вещь здесь, сейчас я перевключу. Вот, значит, и таким образом вопросы там были, сейчас я посмотрю, что там был за вопрос. Да, вы разные, да, так что понятно, Константин, и вы, надеюсь, поняли, все, доигрались, доигрались, да. Кто занимается юридической частью, ответьте, пожалуйста, какой юридической частью, Константин? Какая вам юридическая часть нужна? Есть юристы, которые проверяют, а разъясняют юристам некогда, и они не владеются достаточно компетенциями, о чем и как надо говорить. Мы с ними консультируемся, они подготавливают базу по тому, что им, какое им исходное задание дается. Поэтому в капитале, скажем, правовыми, организационно-правовыми вопросами занимаюсь я, ваш покорный слуга Владимир Маслов. Договорами нужно найти время. Тут, там, не о том вы говорите, Константин, к сожалению, но напишите, если у вас есть какие-то сомнения. Так, существует ли реестр инвесторов-акционеров, где можно посмотреть, например, какие-либо номера своих залоговых акций? Существует ли один реестр инвесторов? Там более широко, я весь вопрос не освещал, в тех вопросах, которые мы решили, там приводится, что вот у меня там свиги, там у меня еще где-то. Я повторяю, кто не слышал. Нету ни свига, ни капитала в реестре. И свиг, и капитал, и РСВ, это являются фонды-посредники или, ну скажем так, агенты. И у них есть свои кабинеты. И вот люди, если он и в свиге, и в капитале, и в реестре, они видят, соответственно, я не знаю, что в капитале, но, значит, не знаю, что в свиге, но в капитале и в РСВ, да, заходишь в свой кабинет, и можешь увидеть, что у тебя там есть. Через, не там есть, а через этот кабинет, что есть в реестре акционеров, соответствующих Евразин, Рейлс Кавей Системс Холдинга. То есть там есть выписка из реестра, что заводилось через ту или другую компанию фондовую, или через фонд. Вот и все. Все мы, все мы находимся в одном реестре. Слышно. Ну, должно быть, меня опять слышно, я извиняюсь, но выбила. Интернет слабоват, но зато гостиница. Гостиница называется Олег Партизан. Так что уж понимаете, на каком положении партизаны находятся, что дали, то и имеют. Вообще-то хорошая связь, но, скорее всего, сейчас вечером люди все вернулись, и поэтому тут так есть, как есть. У нас здесь местное время сейчас 17 часов 18 минут. Значит, понятно, да, по реестру. Второй в группе SkyWay ведется ли подготовка к грядущему взрывному росту. Это, ну, имеется в виду, там, я так понимаю, там более широко было написано, много такой, как бы, это самое. Но я понимаю, что имелось в виду, что способны ли мы будем выпускать именибусы, производить металлоконструкции транспортных структур, ставить мачты опорные и анкерные, производить установку путевых структур и, значит, рельсов, делать наладки, отладки, регулировки и так далее, и так далее. Да, вопрос очень правильный к взрывному росту. И почему этот взрывной рост нужен, это как раз тут тоже есть, зависит от того, откуда дивиденд, это пятый вопрос. Значит, да, ведется, значит, в группе ведется работа, и вот, как вы понимаете, наша работа тоже, она направлена именно на это. Сейчас мы посмотрим, да. Ведь, смотрите, здесь сейчас центр народного финансирования по двум направлениям работает. Видите, идет через Skyway Capital, который работает через остров Санта-Лучия, в технологию, в основную технологию, в Экотехнопарк, в сертификацию до 15-го, завершения 15-го этапа. Но мы уже готовимся еще и Skyway Capital, который зарегистрирован в Эстонии, значит, его как центр народного финансирования, подготовки, здесь просто финансирование, здесь финансовая схема, но есть в него и часть, которой он занимается, это подготовка и координация адресными проектами. Группа работает, сейчас 4, плюс 2, 4 человека, как бы, с этого года поставлено или встают на ставку. Вот, это делается за счет личных средств людей, пока, там есть свои взаимоотношения, опционные взаимоотношения, так, и есть несколько, значит, аутсорсинг, то есть, как бы, от кого закупаются определенные услуги, это подготовка ICO именно, в целом, суть не в этом. То есть, видите, да, это мы что же, чем занимаемся? Мы занимаемся тем, что и Skyway Capital, который вот организовался, и он не является уже фондом, вот этот, вот этот Skyway Capital, он не является фондом, фондом является вот этот вот. А этот является просто уже компанией, которая организует ведение, организацию финанса, финансирование через ICO, это мы сейчас увидим. Это же организация организует адресные проекты, она сама зарабатывает деньги на это дело и так далее, и так далее. Вот, и плюс, она, что самое главное, она подготавливает логику ведения, то есть, с одной стороны, подготовить, спроектировать, запустить, получить финансирование, но параллельно ввести и так называемое комплексное инженерно-техническое обеспечение от строительства, от проектирования до строительства и эксплуатации объектов, потому что, если мы в эксплуатацию не сдадим, это просто игра, видите, потому что все, что идет, это самое главное, это строительство, обслуживание и эксплуатация объектов на маршрутах и маршрутов адресных проектов. Вот, что самое главное. И поэтому это все ведется. Таким образом, таким образом у нас это с одной стороны. Теперь, когда последний раз мы были в Минске, задавал вопрос, значит, насколько способно строить юнибусов, если понадобится, было сказано так, в цехе, который сейчас вот еще расширяется, то мы будем способны, наша компания или наша компания, уже концерн, будет способна до 10 тысяч юнибусов, юникаров. Но это предполагает, что очень быстро можно к этому прийти, когда будет заказ. Сейчас готовятся специальные матричные формы, прочие такие дела, чтобы переходить от штучного производства, переходить к мелкому, значит, опытно-серийному производству и далее опытно сериями, уже определенными сериями выпускать под заказы. Заказ есть, начинается подготовка. То, что есть заказ, это первым является проектирование и гарантия под то, что заказ будет сделан, банковская гарантия, и тогда начинает наша компания полностью готовить производство. То есть, производство приведено или приводится шаг за шагом в состояние боевой готовности сработать на любой нужный заказ. Ибо просто так поставить здоровенное производство, сидеть, ждать, когда закажут 10 тысяч юнибусов, это великая глупость и одна только растрата будет. И что второе, очень важно, дорогие друзья, это то, что, значит, сейчас идет поиск, вот лично эта компания Скорей Капитал тоже занимается этим, поиск и отработка требований к субподрядным организациям, которые выпускают металлоконструкцию. Вот здесь, видите, здесь как раз я привел, что есть вот эти вот, где-то было тут, производство инибуса, производство металлоконструкции, потому что есть очень много организаций, но просто так размещать конкурс, значит, предложение, это глупо. Нужно заранее протестировать эти организации, дать им возможность получить уже заранее лицензии, этим мы сейчас и занимаемся, или, скорее всего, так называемые сертификаты доступа к производству конструкций для линий Скайвей. Таких очень много заинтересовано, и эта работа тоже сейчас ведется нами. Так что, да, вопрос очень хороший, спасибо, вот, очень важный, и, к счастью, группа компаний Скайвей этим занимается. Что будет на Экофесте 2019 и планы по Экотехнопарку на 2019 год? Вы знаете, будет хорошая погода на Экофесте 2019, это я вам гарантирую. Когда это будет, я не знаю, вот, за 3 месяца, за 90 дней мы об этом узнаем, как всегда, вот, что там будет, увидим, но будет интересно в любом случае. В любом случае интересно собраться об этом сейчас, пока еще большого разговора нет, есть только наметки, как, насколько я знаю, ЗАО Струнной Технологии, который, как бы, это дело обеспечивало и обеспечивает, они провели очень тщательный анализ того, что, как прошел Экофест 2018 года. Вот, после Иннотранс 2018 подвели еще один итог. Ну, и, значит, есть идея, что Экофест 2019 будет, как бы, в трех форматах. Посмотрим. Пока не имею права ничего раскрывать, потому что не моего ума это пока дело. И планы по Экотехнопарку на 2019 год. Насколько я могу вам сказать, как сказочник Владимир Маслов, значит, хочу сказать только то, что подготавливается, значит, сертификация, продолжение сертификации очень мощно, под заказы, которые находятся в проектировании. Вот, по-моему, два, на моей информации, по крайней мере, то, с чем я связан, за это могу сказать, по крайней мере, я знаю, что есть два новых модификации. Одна горная, другая, значит, есть модификация мотор-колеса. Еще дополнительная, не буду говорить для чего и для каких условий. И серия разработок для высокоскоростного транспорта, который будет, скажем так, сразу же максимально весь использован на трассах Объединенных Арабских Эмиратов. Будьте уверены, строительство там идет, хотя многие сомневаются. Вот, оно просто находится в такой стадии, как мы когда-то в Экотехнопарке ходили. Да что же у вас там, какое у вас там строительство? У вас там только лопатой машут, у вас там какой-то чахлый бульдозер, экскаватор стоит, все перерыли, одна грязь у вас там, ничего у вас там не будет. Я прекрасно, хуже еще говорили, я это прекрасно помню. Так, примерно, это на любой стройке так. И тот, кто никогда стройкой не занимался, он может такую блажь порой. Так, одну минуточку, тут есть вопрос, сейчас я посмотрю. Так, Константин тут у нас очень активный. Так, что значит не о том? Я знаю, о чем я говорю. О чем это вы говорите? Ну-ка, 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 ну-ка. Ответьте на вопрос, почему в Кэпитале личном кабинете не обновляют статистику моих долей? И статистику... А, это другой вопрос, дорогой друг. Я на этот вопрос вам не отвечал. Значит, смотрите. Почему? Да потому, что это делается определенными порциями. У меня у самого два месяца, значит, есть завершены проплаты, но пока... Инвестиции, извиняюсь. Вот. Но пока не занесены. У меня там две или три строчки стоят. Вот, я их спокойно жду. По-моему, в начале февраля или же в середине февраля будет следующий перевод. Это все связано с комплектовкой технологии работы с реестром. Вот почему, по кочану, значит, и выделяется компетент юриста, который будет заниматься повышением юридической грамотности инвесторов фонда. Ну, слушайте, дорогие друзья, какая юридическая грамотность, о чем вы говорите, Константин? Кто из этих самых инвесторов фонда желает юридически, по мере возможности, о чем я говорю тогда вам? Я стараюсь, и кто хочет, он может повысить... Это же ведь не повышение квалификации, извините. Все-таки международная компания мирового уровня. Да, конечно, абсолютно правильно. Заниматься повышением юридической грамотности инвесторов фонда. Абсолютно правильно, и поэтому по мере возможности это все делается. Весь сегодняшний вебинар, кстати, не весь, но, скажем так, процентов 30-40, как раз на это и направлено, к чему я сейчас и приду. Так, будите добры... Так, Владимир, будьте добры, ответьте на мой вопрос выше написанный. Так, Михаил, где-то вы там мне написали выше. Михаил, Михаил, по умолчанию, без поддержки нельзя это сделать. Так, Михаил, Владимир, ответьте на вопрос, почему лично в комбинете статистику моих долей? Вы знаете, я знаю, что это была проблема, это закрытая информация, так, и это надо обращаться в головную компанию. Из стадии оформления уже два месяца не приходят в стадии переведения. А, опять-таки об этом извиняюсь. Ну, вот я вам рассказал, извиняюсь. Все, я не прочитал. Рассрочки полностью из стадии оформления. Да, у меня точно так же, если хотите, ну, что вам показывать, вы сами в своем кабинете видите. Ничего страшного тут нету, это идет оформление, так что передача данных, там достаточно много их иногда обработать. Тут не надо ничего бояться. Так, Сошников, Сошников, Капиталь 1, 1 договор, все там по пунктам переписано. Да, правильно, хватит воду мучить кто-то там. Ничего страшного. Где можно узнать подробнее об Экодоме? Наталья, об Экодоме. Ну, где? Значит, вы знаете, что интересно, что вас интересует про Экодом. Просто поверьте, что там есть несколько типов Экодомов. Есть Экокоттедж, семейный коттедж, есть большой Экодом. 35-40-этажный, 23-этажный. Самое важное, когда говорит Экодом, есть целый ряд факторов, которые должны быть приведены в соответствии. Первое, это то, что он, во-первых, весь построен из экологически достаточно чистых материалов, насколько это возможно. Во-вторых, что у него, он энергоэффективен, то есть у него класс эффективности, энергетической эффективности не хуже, чем А-класс. А может быть даже почти нулевой класс, но это не сама цель. Во-вторых, что он пользуется, он пользуется, начинает пользоваться. То есть, если мы построили дом, с одной стороны, казалось бы, и говорим, теперь берите в сети электричество и так далее. А в сеть она приходит с атомной электростанции, с угольной электростанции, теплоэлектростанции и так далее. Нас это не касается. Это не Экодом. Но когда мы построили дом в соответствии с другими факторами, и кроме того, мы гарантируем, что мы же продуцируем в сеть определенное количество электроэнергии, как минимум хотя бы столько, сколько для этого, я просто как утрирую сейчас, хотя бы столько, сколько нужно для этого дома, то он экологичный. То есть, значит, если наша корпорация или Скайвей, или кто-то другой строит Экодом, то он должен подать в сеть зеленое электричество. Какое электричество является зеленым, как вы думаете? Да, которое зарабатывается через солнечную электроэнергию, солнечную энергию, хотя там тоже есть свое но. Потому что кремний и целый ряд химических соединений, которые сегодня применяются для конденсаторов и накопителей этой энергии, являются для природы пагубными. Но не пагубными, для человека и так далее. Потому что там тоже столько на столько. Ветряная, там тоже есть свои нюансы. И как я сегодня, только что буквально по дороге ехал, беседовал, я сказал, что, как ни странно, самой чистой энергией является та, которая получается от воды. С воды, да? То есть, там есть приливные и отливные станции, есть так называемые потоковые станции, когда поток влияет настолько, что хорошо генерируется электроэнергия. и переработка мусора и отходов. Так называемый с закрытым циклом, без какого-либо, с нулевым выбросом куда-то в атмосферу. Все в замкнутом цикле до конца сгорает или перерабатывается. И опять используется, рекуперируется внутри. И я вам слишком длинно, и вас, скорее всего, не совсем это интересовало, но это для общего образования постарался вам раскрыть. Но, а коттедж, эко-коттедж, там, естественно, и возможность выращивания, использования на крыше, так как зеленая крыша, использование ее, как у нас в эко-технопарке, например, да? Там перекрытие, значит, верхнее крышное перекрытие, оно используется для выращивания там и различных ягод, для выращивания цветов, для выращивания овощей и даже фруктов там есть. Ну, фрукты, извиняюсь, нет там фруктов, нет там ягоды. Ну вот. И зеленая трава там растет. Вот. Это тоже экологично, это полезно. Это, во-первых, очень хорошо предохраняет отток тепла, кстати. Травина или, значит, через дерн. Дерном покрытая крыша, она очень хорошо, хорошим изолятором является. Ведь, смотрите, вот эти все проблемы с сосулями, так называемыми, когда людей просто убивает, понимаете? Валится лед с крыши и убивает. Откуда этот лед на крыше? Кто его туда? Карсен, что ли, принес? Нет, дорогие друзья. Это бесхозяйственность, это тепло, которое топит, растапливает снег, накапливаются сосульки. То есть, это совершенно не главное. А экологичный дом, это когда нулевая отдача тепла куда-то и таким образом, скажем, энергетическая эффективность. Вот. Ну, естественно, конечно, использование стекол, стеклорам, стеклопакетов, когда стекло тоже является элементом отопления. То есть, просто стекло используется. Есть такое стекло в распоряжении группы СКВИ, стеклопакет, который позволяет, значит, аккумулировать энергию и отапливать дом. Это там целый комплекс. Суть не в этом, я сейчас не буду вдаваться в подробности. Так, внимание, теперь доли в личном кабинетской будут отображаться, но не сразу. Приобретенные доли в до своего периода. Ну да, там есть такая процедура. Спасибо. Владимир Павлович, Володя. Спасибо. Спасибо. Да, да, да. Была такая информация, точно. Вот видишь, мир не без добрых людей и не без информированных людей, я бы сказал. И это очень важно. Говорил Суходоев, что он говорит. Подскажите, когда планируется ICO и какая информация есть по токенам? Вы знаете, значит, по токенам много информации, скорее, social media. Значит, подскажите, когда планируется ICO. Планируется, планируется проведение. Суть не в том, когда провести ICO, а что предложить на ICO, понимаете? Ведь, когда предлагают, вот так называемые, беспродуктные или, скажем, инвестиционные ICO, что давайте, вложите и так далее, значит, без капитализации, там проще. А вот, как наша подготовка ICO показывает, что очень важно подготовить, что предлагается на ICO. И вот сейчас идет конкретно подготовка по нескольким проектам. Вот, скажем так, с начала года практически мы этим и занимаемся только. Плюс занимается головная компания, занимается подготовкой платформы. И там у них несколько другая логика. Мы готовим ICO, чисто разовое ICO под конкретный проект. Первый проект это будет Сан-Бернардино. Второй проект или какой-то один из следующих проектов будет Таллиннский проект. Там есть тоже вопросы. Вот, поэтому ICO вот-вот-вот. Говорил, что до конца февраля. Да, до конца февраля навряд ли будет ICO уже объявлено, но, скажем так, большая часть подготовки должна быть проведена по ним. И ICO подготовка займет еще 2-3 месяца. Значит, если он что-то другое не имел в виду, значит, я не в курсе всех временных параметров, связанных с платформой Skyway, которую готовит головная компания. Вот, может быть, он что-то там имел в виду. А ICO, о которой я говорю, это оно займет еще 2-3 месяца. Это, значит, не ранее марта-апреля месяца, пока все согласования будут сделаны. Что касается ICO. Так, что-то тут было еще. Так, 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 Михалка, мне здесь давно дали информацию. Правильно, спасибо. Мне интересует семейный коттедж. Проект из какого материала строится? А, Наталья, я не знаю, это надо обращаться, кто же вам расскажет. Например, я знаю, что очень хорошо из неопора строится. Это абсолютный материал, который имеет, ну, скажем, он пластиковую природу имеет. Вот. Ну, это не мой вопрос, значит, из какого материала. Электричество, я им говорил, у меня говорят, что есть такая коробочка. Есть, есть. Значит, пока, пока никто их не показывает, и не надо здесь, надо ждать. Сережкин, Олег, есть ли реальные заказы на интеллектуальное ограждение? Вы знаете, были, я знаю так, что, значит, струнные ВВП и мосты. Нет, мы, это не наша линия. Значит, значит, к сожалению, некому заниматься интеллектуальным ограждениями в головной компании. Есть полтора человека, которые на этой теме, но это у них не основная, а побочная тема. Почему я это знаю? Мы конкретно полтора года назад занимались, мерили проект. Ведь вы же понимаете, каждый продукт надо выводить на рынок, и этот занимает очень много энергии, затраты и так далее. Вот, и это не является основным продуктом. Предложения сделаны, но они все в стадии, ну, просто есть за проекты сделаны. Мы заказывали конкретный проект на интеллектуальную ограду нефтехранилища и нефтепровода. И расчеты показали, что, значит, проще пока это дело осуществлять той компанией, с которой мы помогали это делать, это в Эстонии. Вот, для нее было проще пока запускать там, использовать несколько точек. Там небольшая территория, вот, перекрестного просматривания через видеокамеру и, значит, посменно там несколько раз объезд этой территории там на мотороллере. Ну, вот, потому что иначе, иначе там надо было проводить реконструкцию, там связано было с этим. И поэтому посчитали, пока они не будут расширяться, они оставили это в резерве. Как только будут расширяться, то тогда действительно становится более эффективно именно интеллектуальное ограждение по технологии сковей, струнное ограждение. Предлагалась для аэропорта, но она требует тогда полностью переделку всей, значит, ну, скажем так, автоматики и так далее. Вот, и поэтому тоже посчитали, что у них денег нет, это пока заказывать. А предварительные расчеты делались. Вот это то, с чем я был связан. И еще мы делали расчет, предлагали его пограничникам и государственному акционерному обществу, который занимается государственным строительством. Это, значит, было несколько там, три года назад высказана идея, и с ней работали Евросоюз. Это граница, сплошное, значит, ограждение между Россией и Эстонией. Вот, мы посчитали, нам дали исходные данные, мы вместе с нашими специалистами из Минска посчитали, что построить по технологии сковей будет в разы надежней и в пять раз дешевле. Но поскольку государство не получило средств, то решили ограничиться так называемой не сплошной, а фрагментарной оградой в таких самых опасных местах, хотя это полная ерунда, конечно, но тем не менее. Значит, и основная проблема была в том, заметьте, что миграция лесных зверей, значит, ограда, которая должна была стоять, ее там высота, по-моему, было 2,5 до 3 метров, мы давали, по-моему, на 3 метра. Я сейчас точно не помню, но это рассматривалось. Пока я не знаю, чтобы где-то было сделано. Так, есть ли реальный заказ, есть ли просьб провести вебинар, посвященный именно ЭКО-дому? Ну, нет, пока нету такой, это не является для нас сейчас самым главным, Наталья. Я прошу прощения, хотя для меня это очень интересная тема, и, скажем так, мы в своей практике, я на это уделил практически почти, ну, не так, чтобы я с утра до вечера занимался, но наша компания Масло Консалтинг этим занималась на протяжении 3 лет. У нас было несколько человек, которые работали над этим, мы приводили массу информации, подготовили, экологизировали за счет средств Европейского Еврофонда, жилые здания, значит, пятиэтажки, девятиэтажки в Таллине. Для них были разработаны проекты экологизации, перестройки, значит, их отопления и вентиляции. В Англодеш рассматривали? Нет, не рассматривали, но имеем в виду, когда говорили в Свитном, Виктория, Трампу надо предложить ограждение. Предлагали, уже, кстати, наши американские партнеры, но у него нет денег. Вы же видите, ему денег не дают на это, а он сейчас государственным чиновникам не платит зарплату, мягко говоря. Есть ответ Илона Маска на открытое письмо Юницкого? Не знаю, не знаю, Олег. Значит, смотрите, пойдем дальше. Еще есть немножко времени, я хочу все-таки закончить вопросы, значит, Экофест. Как дела в Нигерии и Южной Америке? Нигерия. Нигерия готовится к выборам. 16 февраля по какой-то у них так называемый коридор или же выборный период. Мы готовим информацию, у нас есть несколько партнеров, которым мы ведем переписку, такую вялую переписку пока, правда. Они там немножко дурят, думают, что мы, как знаете, письма из Нигерии, значит, что вы нам там оплатите, мы вам тут поможем и так далее. Об этом предупреждал нас и посол, извиняюсь, в Брюсселе, когда я получал визу. Вот мы с ним полтора часа беседовали. Поэтому идет подготовка, мы готовим, значит, варианты, как туда входить и сейчас высеивается, ну, как высеивается, выстраивается, правильно так сказать, группа инвесторов, которые заинтересованы очень в работе там. Ну, естественно, конечно, с другой стороны, мы работаем с сетью, так называемым, как бы, народным финансированием, потому что это достаточно бедная страна, то есть там есть очень богатые люди и масса, там почти 200 миллионов людей-жителей и 90% это, ну, скажем, очень-очень-очень необеспеченные люди, мягко выражаясь. Это что касается Нигерии. Она в фокусе, но не в активном. После, после, со второй половины февраля будет визит, скорее всего, и в Кению, и в Нигерию снова. Южная Америка. С Южной Америкой, благодаря Вьетнаму, мы пока не могли дальше работать. Вот, там за нами стоит дело, мы доработали договор с нашим потенциальным партнером, посмотрели, у нас было где-то 3-4 предложения, самый рациональный из них это консалтинговый центр там есть, который именно занимается не просто бла-бла-бла консалтингом, в этом смысле, что только болтает, но имеет уже и 25-летний, чуть даже больше, опыт именно по инфраструктурным стройкам, по дорогам, переездам и так далее, и так далее. То есть, такой мощный, даже несколько железнодорожных объектов, не объектов, а трасса не строили. Ну, как не строили, а обеспечивали, значит, организационно-правовое обеспечение этого процесса инвестиций. С таким партнером мы работаем в Южной Америке и готовим, и вот после сегодняшнего вебинара с Франтишиком Солором будем сидеть и отправлять письмо этому партнеру, и тоже планировать, скорее всего, уже на март месяц раньше не успеть поездку в Аргентину. Их главная контора в Аргентине, а работает она с пятью странами Латинской Америки. Там есть связи, там есть юридические, юридическое обеспечение и так далее, причем, причем, причем там достаточно интересные проекты есть в Перу, в Чили и так далее. Вот, работаем и в Вьетнам, естественно. В Вьетнам тоже в феврале месяце планируется поездка для дальнейшей работы. Бангладеш, Трампу надо, есть ли ответ Илона Маска. Так, все, с этими вопросами. То есть, поэтому теперь другие проекты. По Сан-Бернардино работаем, это очень важный проект. Мы 16 января, наконец, как бы окончательно договор на именно логику строительства заключили. Вот, и разобрались с имуществом. Там есть, все эти объекты находятся на, как бы, на участках, которые являются, как бы, на основе концессионного соглашения, лицензии на концессию использования этой земли до 2040 года. Вот, так что построив их, они имеют право пролонгироваться на последующие сроки или же оплату сделанных, или возврат сделанных затрат. Так, так что там рисков особых нету. Но с этим мы тоже разобрались, и практически сейчас идет процесс выполнения определенных действий. Вот, когда начнется проектирование, как только будут деньги, значит, так сразу и начнется, как Юницкий правильно сказал, деньги на стол, мы начинаем сразу проектирование. Условно говоря, перевели аванс, начали проектировать. Вот, сейчас идет подготовка идеи, значит, не разработка идеи, а процедуры и продукта, который предложите, которому финансовый регулятор не мог бы придраться, потребовав особую лицензию. Вот, идет отработка вот этой юридики. То есть, находится в процессе. И есть еще масса других интересных проектов. Есть в Центральной Европе, в Бельгии, в Голландии, вот, в Литве, Латвии, Финляндии. Как я уже говорил, когда основные акции для залога закончатся? Когда закончится необходимость, значит, интересный вопрос, вот на него можно по-разному, можно просто отбрехаться и сказать, тогда, когда закончится, значит, когда закончится необходимость инвестиций. Но она никогда не закончится. Примерно такой вопрос я Юницкому задавал, он сказал, необходимость инвестиций никогда не закончится. Вот. Зависит от того, на каких условиях и как будет инвестироваться. Смотрите, вот третья Евразия Андреевская Авиа Системс Холдинг 3, вот она здесь, видите? Значит, третья компания, вот она здесь. Почему у меня 146 миллиардов, чтобы не видно было, потому что я не успел вписать правильную цифру, поэтому не придирайтесь. 146 миллиардов, столько-то миллионов, столько-то сот тысяч, столько-то единиц. Вот. Главный порядок. Вот. Сюда сейчас перенесено и расширен круг именно акций, привилегированных акций, которые внесены как акционерный капитал. Это сейчас самая мощная компания, акции которой предлагаются в залог инвесторам. Больше 73 миллиардов. Здесь, значит, это половина, которую минус одна акция, можно распределять. Здесь их было 32, то есть здесь больше, чем в два раза больше, чем во втором Евразии Андреевской Авиа Системс Холдинге. И, естественно, больше, чем было в первом. Почему и для чего это объяснение было сделано, я не буду повторяться. Закончится тогда, когда необходимость и возможность именно инвестиций предварительно отпадет. Когда она отпадет? Она отпадет в первую очередь, когда начнется мощное строительство. И позволит механизм ICO, позволит инвестировать, обеспечивать процесс инвестирования в эти проекты. Это, в первую очередь, мой прогноз. И этот процесс будет спокойно идти уже за счет размещения различных размещений, проведения адресных размещений. Как начнется? Смотрите, инвесторы и акционеры, они участвуют, будут участвовать уже не прямо отсюда, через Центр народного финансирования, через Capital Group, через Royal Capital Group, в Центр координации адресных проектов, непосредственно в проекты. Здесь проект строительства, в обслуживании, в эксплуатацию. И с этого будут получать доходы, опять-таки, инвесторы и акционеры. Для расчетов дивидендов доходы, по дивидендам и для роста стоимости акций. Вот для чего доходы нужны. А доходы с чего? Только с того, что построено, не сам процесс строительства будет давать доход, а обслуживание, эксплуатация объектов и маршрутов и адресных проектов. Через билеты, через дополнительные какие-то услуги и так далее, и так далее. Через определенный бизнес, который будет осуществляться здесь. Это самое важное. Вот. И таким образом, значит, у нас здесь будет осуществляться. И отсюда дивиденды. Чем шире там круг заказов, с одной стороны, но от этого сразу не будут дивиденды. Дивиденды будут от того, когда будут сданы в эксплуатацию эти объекты и будут поступать постоянные доходы. Какой-то небольшой доход будет, естественно, и от строительства. Но наша цель не основная взять какую-то мегаприбыль со строительства. Ну, если это основная политика. Но возможно, некоторые будут. И если бы тут сейчас вот как бы в узком кругу обсуждать, то можно было бы. Но это нельзя здесь делать не сейчас, ибо потом это, к сожалению, практика широкого круга обсуждения. Такого, что Амаслов сказал, а это вот так. Абсолютно не приводя логику или в контексте, в каком я это говорил. Есть. Есть возможность. Но это не тотальное, не, скажем, основное, чем будет группа компаний Skyway и, ну, скажем, концерны заниматься. Что будет из строительства, из прибыли, прибыль получать со строительства, а не с эксплуатацией. Нет. Доходы будут получаться именно от эксплуатации построенной. Вот. Дивиденды. Британский паспорт инвестиций в Великобританию. Шестой вопрос. Да, есть законодательство, что там можно делать в Великобритании через Royal Capital Group, где от 10 тысяч и выше. Это не в Великобритании размещение, это первое, почему это можно делать. Это от 10 тысяч долларов и выше инвестиций. Компания Royal Capital Group, она имеет лицензию. И эти инвестиции, значит, как бы человек не должен декларировать, что он является профессиональным инвестором, то есть, что это его бизнес. Тогда можно это делать. Во всех остальных случаях нельзя, как только проявляется, что человек имеет гражданство в Великобритании, то он не имеет права инвестировать. Так, в чате жуткий диктат, а нам нужна демократия. Вот повеселился над этим вопросом и указанием, что вот в чате жуткий диктат. Дорогие друзья, вот если бы мы сегодня с вами дискутировали, а времени у нас уже практически нет на тему демократии, то вы знаете, на собрание нужна демократия, и то до определенного предела. Мы знаем, что нигде, никогда демократия не приводила ни к чему доброму. Методы или, скажем, принципы демократии, они есть, но это не значит, что свобода того, что в голову придет. Значит, и свобода того, любого выплескивания, любых эмоций и так далее. Начнем с Украины и закончим Украиной. Начнем с Америки и закончим Америкой. Все демократические, это только лозунги. И демократия как таковая, значит, она... В природе нет демократии. Все в природе автократично, к сожалению, или к счастью. Иначе бы это не существовало. Демократия это выдумка, выдумка политиков, и на эту тему можно в следующий раз поговорить. Поэтому, а жуткий диктат это регуляция, и это не надо принимать как жуткий диктат. Понимаете? Ну что, не надо болтать, человек не для того, что здесь выплескивает свои эмоции. Дома, в крайнем случае, то надо быть очень сдержанным, выплескиваем своих эмоций. Лучше все пошли, поставили где-то на балконе, или кто в городе живет, а кто на селе, повесили в сарае или за домом какое-то чучело, и вот там демократируйте с ним, значит, набейте ему все, что можете, выпустите весь пар из себя. Потому что те, кто рвутся к демократии, значит, почитайте на этот счет. Иначе меня сейчас занесет, я буду долго и нудно говорить здесь. А в чате он для чего? Посмотрите, для чего чат создан. И Алексей, спасибо ему, и Олег Сошников, время от времени его тоже, правда, заносит. Олег, несмотря на массу ваших других приличных и очень приличных свойств и качеств, иногда вас тоже заносит, кстати, в чате. Вот. Иногда Алексея тоже вначале заносило, но сейчас он, в принципе, выдерживает и спасибо. Ему его сегодня нет здесь, к сожалению, или к счастью. Но он регулирует именно ведение и культуру общения, дорогие друзья. Демократии нельзя то назвать, что я буду выплескивать то, что мне будет, что мне только в голову сбредет. И теперь последнее. Владимир Маслов. Почему вы людям рассказываете ложь про Эмиля Бастиана? Обвинение во лжи, там масса очень длинная такая. Я так, значит, почерк, я не буду опять кого-то обвинять, но мне очень знакомый почерк, кто это писал. Я знаю, кто это писал, догадываюсь, значит, через кого это было написано и так далее. Поймите правильно, тему закрыли. Человек очень четко. Я очень хорошо к Эмилю Бастину отношусь как к человеку. Именно как к человеку. Я с ним много беседовал, значит, мы во многом договаривались, но, к сожалению, он не выполняет того, о чем мы договаривались. Он не выполняет, я выполняю. Вот. Я им это говорил, и здесь я могу сказать тоже. Поэтому я ничего не хочу о нем говорить плохого или хорошего. Но я могу вам сказать, что человек раз, два, три, четыре, пять по пяти путам договора партнерского соглашения жестко, постоянно нарушал, значит, свои обязательства. Все, как частное лицо. Все. И поэтому результат такой, какой есть. И Эмилю не единственный. Есть еще другие товарищи, с которыми это уже было сделано и будет еще делаться. Потому что идет отсев, идет отбор, анализ постоянный. Мы тоже растем и развиваемся. Вот. И я не рассказывал никакой лжи, поэтому это я просто отбрехиваю сейчас. Мог бы это вообще и не делать, кстати. Но, тем не менее, вопрос был. Я для общего понимания здесь об этом сказал. Не использую. Вот, например, видите, что я вот привел сюда пару пунктов. Что есть в пунктах договора? Не распространять недостоверную и или порочащую информацию о компании, о группе компаний Скайвей, о партнерах компании или о проекте Скайвей, а также любых физических лицах, включая сотрудников. Представляющих организаций из указанного перечня. Ну, все, все. Второй пункт, это один из пунктов соглашения и так далее. Там масса, вот видите, здесь я показал. Я не хочу сейчас в это опускаться и сильно здесь распространяться. Демократия, власть демона. Правильно, спасибо, Вячеслав. Шикарно. Правильно, демонизация. Совершенно согласен. Куда это понятие из-за слова взялось? Да, да, демо, правильно, демонизация. Так, в Чехии начинается какой-либо проект, спасибо. Нет, в Чехии шли подготовки в Словакии, вероятно, тоже будет проект. Но вопрос у них больше стоит в финансировании, а поскольку там есть и политические моменты, да, смена власти, то тогда, пока он как бы, ну, не в активной фазе находится. В Словакии именно, проект. Теперь, что касается еще, значит, Нигерии. А, ну, ладно, не будем туда возвращаться. Не есть анархия. Да, согласен, Ольга, правильно, спасибо. Так, теперь, что еще я хотел вам сегодня сказать. Сейчас я быстро пройдусь. Практически и все. Дорогие друзья, мы с вами с переменным успехом общались целый час. Я вас благодарю за внимание. Как обещал, еще, значит, постараюсь... ...своё видение. Я здесь есть, я всегда с вами. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Ведь, вы знаете, хуже, когда... Это как в семье. Если я хожу и дуюсь, и что-то умалчиваю, накапливаю себе, то я накапливаю взрыв, который где-то выпрет, и, значит, я что-то или не знаю, или недопонимаю. Когда я высказался, не надо этого бояться. И поймите правильно, я отношусь очень критически, ну, по крайней мере, насколько это возможно, критически к тому, что спрашивают. Потому что, если человек не спросил, как я и сказал, он носит себе и так далее, выговорился, может быть, дошло, не дошло, ну, что ж, не в этот раз, в следующий раз дойдет. Или же, например, может быть, я, я же тоже осмысливаю то, что вопросы задают. Ведь нет дыма без огня, дорогие друзья. Значит, где-то что-то не так чуть-чуть. Да, смотрим, анализируем, ведь любой вопрос, который мне задали, я на него смотрю с кем, а что действительно там есть, может быть, какая-то такая заковыка, которую надо учесть. Поэтому спасибо за вопросы, не стесняйтесь, задавайте их. Желаю вам, как всегда, всего самого доброго, доброго здоровья вам, вашим близким людям. Берегите их и берегите себя, и тогда они вас начнут беречь больше. Будьте благодарны тому, что вы имеете, и стремитесь к большему, к благополучию, к процветанию. Если каждый из нас будет к этому стремиться, то мы вместе туда придем. Чего я вам и желаю во веки веков. Аминь. Строй сковей, спасай планету. До следующей встречи. Продолжение следует...